Если он потратит 100 миллионов долларов там, весь Арцах за него проголосуют. Разве мы не знаем, как там обстоят дела? Какие 100 миллионов? Если он даже потратит половину и не заставит, они сами с радостью проголосуют. Потому что скажут, смотрите, этот человек приехал из России. А мы помним, что Россия выступает в Арцахе в виде священной коровы. Там не углубляются, что в основе этой трагедии лежит Россия. Они не рассматривают, что в 1921 году Россия продала их. 70 лет они мучились. Эти две войны были продолжением всего этого. Но в последнее время они заявляли об этом. Они немного касаются этого. Берут отдельно последний период. В целом, на исторические явления необходимо смотреть шире. Если берешь за основу то, что войну 20-го года остановила Россия, да, это момент хороший. Но кто начал эту войну? Кто продал оружие на 6 миллиардов долларов? Кто сдал территорию? Да, кто сдал? Россия. Я думаю, Рубен Вартанян будет не основным, но одним из основных кандидатов в Арцахе на ближайшее время. А затем подлинной целью, естественно, является Армения.